здравствуйте дорогие друзья подписчики и подписчицы случайные зрители если вы еще не подписались наш канал обязательно подпишитесь в этом видео мы поговорим про неразлучников в Москву попугай неразлучник в живой природе обитает на Мадагаскаре и сопредельных территориях Африки относится к средним по размеру попугаем его длина от 10 до 17 сантиметров живут неразлучники довольно большими стаями однако вся стая разбита на пары за что эти птички и получили свое название такое среди животных встречается довольно редко но если неразлучник нашел себе пару то эта пара остается верной друг другу на всю жизнь тем самым они олицетворяют верную и крепкую семью бытует мнение что если разъединить сложившуюся пару неразлучников то птички в скором времени погибнут к счастью как показывает практика это не так хотя после разлуки птички действительно переносят стресс продолжительность жизни неразлучников при правильном содержании достигает 15-20 лет окрасы неразлучников бывают разные от этого зависит их название сейчас перед вами синие масковые неразлучники вообще неразлучников бывает 9 видов клубничноголовые неразлучники зеленокрылые чернокрылые неразлучники розовощекие неразлучники неразлучники фишера сероголовые неразлучники масковые неразлучники которых мы сейчас вам показываем одна из вариаций чернощекие неразлучники и оранжево головые постепенно со временем мы постараемся вам показать все вариации этих птиц стоит отметить что неразлучники имеют достаточно жестковатый и ревностный характер, особенно тогда, когда птичка находится без пары. Часто бывают случаи в вольерах с разными видами птиц, когда неразлучник своим мощным клювом наносит серьезные повреждения другим видам. Как правило, к себе подобным такого делать не позволяет. Если вы хотите завести попугая, который будет разговаривать, то это не ваш вариант. Бывают исключения, когда заводят именно одного неразлучника, и он очень долго учится говорить, и это может быть даже получится. Хотя и бывает это очень редко. Но если получилось, то неразлучник может выучить до 15 слов. Вообще, стоит понимать, что неразлучник-одиночка будет считать своим партнером хозяина, будет рад общению и степетом относиться к любому вниманию свой адрес. Когда у вас пара или стайка, научить неразлучников говорить вообще невозможно. Конечно, я рекомендую заводить только сложившуюся пару или стайку. Клетка для пары этих попугаев должна быть просторной. При покупке клетки прикиньте хотя бы на глаз, смогут ли две птишки помахать крыльями, не задев друг друга. Обратите внимание на прутья. Если они легко гнутся, не покупайте такую клетку. Неразлучники любят прутья погрызть. Желательно, чтобы прутья не были окрашены. Во-первых, краска при погрызушках частично будет съедена, а это принесет цвет попугаю. А во-вторых, клетка через пару месяцев будет очень плохо смотреться. В клетке обязательно должно быть минимум две жердочки – кормушка и поилка. Желательно подвесить игрушку, которую можно достаточно долго грызть. Для этих же целей можно использовать и молодые ветки фруктовых деревьев. Стачивание клюва должно происходить постоянно. В противном случае придется везти в клинику для подрезания клюва. Периодически в клетку ставят в ванночку с водой. Это необходимо для чистки перьев. Неразлучники очень любят купаться. На дно клетки можно положить бумагу, сено или минеральное дно, которое продается в зоомагазинах. Вообще рекомендую держать неразлучников в клетке как можно меньше. Давайте ему больше свободы. Выпускайте, пускай полетает по комнате. Единственное, что необходимо, предусмотреть, чтобы окна были прикрыты занавеской. В противном случае попугайчик может разбить себе голову. Вот, наверное, и все важные моменты, о которых мне хотелось рассказать в этом видео. Наверняка у вас появился вопрос про кормление и разведение этих птичек. Но на эти вопросы мы ответим в другом видео. Все дело в том, что уход за неразлучниками одинаков, независимо от расцветки. А нам так хочется вам показать и другие вариации окрасов. В следующем видео мы покажем неразлучника розовощокова и подробно разберем тему кормления. А у меня на этом все. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»